Ну что, мы довольно долго уже ждем, когда же наконец появятся какие-нибудь новые европейские танки. И вот, наконец, вчера вышла новость о новой десяточке. Это будет ОБТ швейцарский, ОБТ Panzer 87-140. Ну и прежде чем мы перейдем к его предварительным характеристикам и подумаем, каким он в итоге получится в игре, пройдемся по истории этого танка, да и в принципе танкостроения Швейцарии, потому что там довольно все забавно. Но точнее как танкостроение, по сути у Швейцарии это особо его и не было. Учитывая то, что Швейцария граничит с Германией, Австрией, Италией и Францией, они частенько пользовались именно танками из этих стран, ну а если быть точнее, конкретно у Франции частенько брали наработки и даже дотягивались иногда до Великобритании. Первые поставки тяжелых машин Швейцарию произошли в 20-е годы прошлого века, а первым швейцарским танком стал французский Renault, в общем реношка FT-17. Позже в 30-е мощи швейцарских ВС укрепили Carden Lloyd Mark IV и Vickers Carden Lloyd из Великобритании, знакомые, кстати, названия танков, помнится мне в последнем стриме, что где когда всплывал этот Carden Lloyd Mark. В 40-е в Швейцарии досталось еще несколько новых французских машин, включая Renault R35. Один из источников утверждает, что французы попросту затопили машины на границе со Швейцарией, чтобы не передавать их немцам. Швейцарцы назвали их Leichter Panzer 35. Ну, конечно же, мне в комментариях напишут, как правильно читать это название. В 1953-м Швейцария получила несколько АМХ-13 из Франции. Они были названы, опять же, Leichter Panzer 51 и вооружены 75-мм пушками. А также несколько танков Centurion из Великобритании. Они в Швейцарии классифицируются под именем Panzer 55. Конец 50-х и начало 60-х стали поворотным моментом для швейцарского танкостроения. В это время в стране начали появляться собственные наработки, включая КВ-30. Первые прототипы выпускались в 58-59-х годах и имели некоторые различия в дизайне, а также в вооружении. Ну и дальше они таки продолжали работать, модифицировали версии. И в 68-м году в Швейцарии появилась одна из наиболее известных машин страны – Panzer 68. И тут такие некоторые… Чё? Панзер кто? 68? Что? Известный? Самый известный? Но тут начинается самое интересное. Этот танк был известен не своей нагибучестью, так сказать, да, а полной противоположностью. Помимо очевидной слабости и неэффективности бронирования, отсутствия возможности переключения на задний ход без полной остановки, ещё было пару очень весёлых моментов. Ну, во-первых, радиостанция танка воздействовала на привод башни. В результате чего при работающей на полной мощи радиостанции башня танка начинала произвольные вращения. Но это ещё было, что называется, полбеды. Из-за неверно подключённого к бортовой электросети обогревателя машина могла случайно выстрелить. Я прям представляю себе эту картину, когда едет несколько таких танков, и у них начинает случайным образом вращаться башня, и потом, как в русской рулетке, да, когда мимо тебя ствол какого-нибудь союзного танка проходит, ты потом ещё начинаешь молиться, чтобы у него в это время не сработала его вторая фича, да, и танк случайно не выстрелил. Прям звучит как набор для нового командира в нашей игре, у которого главные перки — это случайное вращение башни и случайный выстрел. Ну, в общем, нам, конечно, смешно, но последовавший за вскрытием всех этих недостатков танка скандал привёл к отставке министра обороны страны и значительно подорвал доверие, внезапно, к швейцарскому танкостроению, которое ещё долго приходило в себя после подобного удара. И в итоге, в общем, они подзабили на эту идею, да, что-нибудь сами разрабатывать и решили пойти, в общем, как по пути, которым частенько некоторые страны пользовались без своего танкостроения. Ну, просто стали брать танки у других стран и немножко их модифицировать. Как раз вот в начале 80-х правительство Швейцарии и закупило партию вторых леопардов, которые назывались у них уже «Панзер-87», а после запустило их производство на территории своей страны. В общем-то, «Панзер-87» насчитывает ряд небольших особенностей, отличающих его от стандартного классического леопарда второго. Первое – это улучшенные глушители. Ох, прям кто-то поработал, чувствую, над тюнингом этой машины. Дай-ка догадаюсь, кто. Сам «Экзибит». Благодаря им машина передвигается значительно тише и меньше беспокоит жителей деревень, рядом с которыми проходят учения. Немного отличающаяся задняя часть башни. Другой пулемет стоял, американские радиостанции. Видимо, от своих они совсем отказались. Дополнительные габаритные огни и усовершенствованная система пожаротушения под названием «Доугра». А позже им захотелось заиметь все-таки танк, вооруженный 140-мм орудием. Видимо, тогда был тренд на 140-мм. Но как бы Швейцария не входила в НАТО, и поэтому не могли воспользоваться наработками Альянса. В итоге решились таки опять создать свое орудие, и у них это получилось в 89-м году. Орудие прототипа отличалось от «Рейнметал». Оно, короче, заряжается автоматически из БК в 32 снаряда, расположенного в задней части башни, и способно вести огонь двумя типами снарядов. Бобсы с урановым сердечником и кумулятивные снаряды. Кроме того, прототип был оснащен дополнительным бронированием. Там была усилена башня и добавленные броневые листы на крышу. Программа разработки была свернута в 90-е, однако в 2000-е появились слухи о тестировании новой 140-мм пушки. Предыдущий вариант на вооружение принят не был, но найти его фотографии можно, хоть и весьма редкие. Ну и самые внимательные зрители поняли, что все, как бы да, это Леопард 2 на 10-м уровне, все правильно. Только с какими-то усилениями. В общем, Warhammer Warfare Panzer 87-140 станет премиумным ОБТ 10-го уровня. И это означает, что, видимо, опять же, куда-то его засунут. Я не знаю, будут ли его просто отдельно продавать. Явно рановато для следующего марафона. То есть, если бы попозже чуть новость вышла, то, возможно, этот танк был бы главной наградой следующего боевого пути. Но учитывая то, что еще этот не закончился, а уже новость появилась, я сильно сомневаюсь, что это будет награда следующего боевого пути. Остаются, в общем-то, варианты какие? Может быть, может быть, все-таки было бы круто, если бы засунули в рейд, который будет после боевого пути. Что, опять же, ну, вероятно, но маловероятно. Но, тем не менее, остается, да, если не этот вариант, то остается только просто, да, какие-то новые, видимо, кейсы или просто в продажу. В общем, пока об этом инфы точно нет. Короче, очередной премиумный ОБТ 10-го уровня. У нас же их так мало. Но давайте перейдем уже более-менее к тем характеристикам, которые будут у нас в игре. Опять же, они предварительные, могут измениться после тестирования, и т.д. и т.п. В общем, что он из себя будет представлять? Он будет очень похож на Леопарда 2АХ, то есть 10-го Лео, который не отличается особенным бронированием, но имеет хорошую пушку. Вот как бы у этого Панзера 87 будет такая же история. Он будет бойцом дальнего боя, вот это мое любимое ОБТ, бойцы дальнего боя, класс, с мощным оружием, средним бронированием и мобильностью. В сравнении с обратом, с Леопардом, его огневая мощь ожидается выше, а бронирование слабее. То есть вы уже поняли, да, какой будет сочный ОБТ. В общем-то, как они, разработчики, и пишут, о бронировании особо и нечего говорить. Вот. Плюсом, плюсом еще, да, ну как плюсом, я имею ввиду гвоздем в крышку, будет то, что у Панзера этого вообще не будет КАЗа, только КОЭП. Но, правда, КОЭП будет с тем самым, я так понимаю, усиленным режимом, ну как написано, да, в режиме повышенной мощности. Я так понимаю, это просто стандартные наши, которые у нас уже есть в игре на 90-ках, усиленные КОЭПы. Не усиленные КАЗа, а именно усиленные КОЭПы. Огневая мощь здесь будет вроде как, да, реально крутая пушка, будет точная, 140 мм, при пробитии, бронепробитии, порядка 905 мм. Насколько я помню, у Лео 900, то есть здесь прямо на 5 мм даже еще будет больше. Неизвестно, какие кумулятивные, с какими характеристиками будут, но в целом, я так понимаю, здесь неплохие будут УВНы, да, пушка определенно будет злая. Ну, собственно, если бы не это, то, наверное, нафига он вообще тогда нужен был, без нормальной брони на 10 уровне. Мобильность примерно такая же запланирована, как у Леопарда. Двигатель нового танка слабее, но и сама машина полегче будет. То есть максимальная скорость 70 км в час, разгон до 32 за 4,9, незаметность и обзор такие же, как у Леопарда. В результате получится отличный конкурент, как пишут они, Леопарда, обладающий теми же плюсами, точностью мощного вооружения и минусами посредственного бронирования. Надеемся, он вам понравится, сказал бы я тоже, но я думаю, что не стоит надеяться. Хотя как, не, опять же, если... Давайте перейдем к выводам, да, что за ОБТ нас ждет, собственно. Если вам нравится Леопард 10, то не вопрос. Этот вам точно должен понравиться танк, 100%. Чуть меньше, правда, бронирования, это будет еще, конечно, жестче. Но если бы научились на Леопарде отыгрывать от башни постоянно, то для вас не будет проблемой вообще никакой. Я уж думаю, уж башня точно здесь будет крепкая. А вот, конечно, ну и пушка будет в порядке, да, но лично для меня, я вот прям, я не знаю, как его нужно будет получать, но уж гнаться я за ним сильно не буду. Очередной 10 прем ОБТ, который будет еще и такой себе посредственный. Вот прям, что называется, как меня заманить на 10 уровне? Дать посредственный танк, за которым бы я погнался. Хотя, опять же, да, посмотрим, как в итоге его еще нужно будет получать. Естественно, я надеюсь, как только мне его дадут потестить, я-то, в принципе, за ним, скорее всего, гнаться и не буду, да, кого мы обманываем. Надеюсь, как мне его дадут потестить, хотя бы я вам покажу его заранее, тем более, если он будет продаваться в каких-нибудь кейсах. Я надеюсь, я вам как можно быстрее, да, смогу его показать в деле. Какое бронирование уже точно, в циферках, так сказать, на картинке уже в инспекторе брони. И, в общем, все остальное, и все остальные его характеристики. Так что ждите, да, ждите очередной так себе ОБТ. Но, опять же, да, по лично моему мнению, мне никогда не нравились ОБТ дальнего боя, как здесь написано. Но что это за ОБТ, который, блин, заточен для дальнего боя? Ну, тогда уже лучше пускай это будет ЛТ-шка, или уже это будет ИТ-шка. Вот они, бойцы дальнего боя, да, вот действительно. А ОБТ, на котором тебе придется играть очень аккуратно, где-то за спинами союзников, из-за рельефа, да на 10 уровне, ну, прям такое себе. Посмотрим, будут ли там какие-то еще фишки. Я так понимаю, что особо здесь нас не ждет ни какая-нибудь интересная ветка улучшений с разнообразным выбором. Ну, хотя, опять же, может быть и будет, но пока про это не писали. Хотя у премов, да, обычно это и не добавляют. Вряд ли там просто будет стандартная ветка прокачки, которая сразу вся открыта, и все. И, в общем-то, активных способностей, судя по всему, здесь тоже каких-то сверхинтересных не завезут. В принципе, отсутствие КАЗа не такая большая проблема, если там будет хороший коэп, да еще и с этим усиленным режимом. Но вот все остальное, да, это, конечно, будет большой-большой вопрос. В общем, на этом у меня все. Ждите новостей ближайших, да, посмотрим, как только он появится. Появятся новости, как его можно будет получить, и как только появится вариант его потестить, все вам дело это покажу. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, и до новых встреч. Пока!